приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы приобрели мы вот такую вот штуку в интернет магазине гриль газ ссылку на интернет магазин я размещу в описании видео называется личинница собственно говоря ну вот такой вот цилиндр поршень с пружиной который утрамбовывает ветчину крышка выкрывающаяся собственно говоря крышка давит на поршень и термометр который можно поместить вовнутрь стоит эта штука почти 600 гривен но собственно говоря мы ее испробовали и не пожалели результат получается очень классный получается офигительная просто домашняя ветчина естественно мы с вами сейчас поделимся рецептом нам понадобится друзья 600 грамм свиной грудинки и 400 грамм свиной лопатки традиционно готовим мы килограмм ветчины ну собственно говоря как и готовим всего и все ингредиенты на килограмм два зубчика чеснока 2 грамма сахара 18 грамм нитритной соли очень часто задают вопрос 1 нитритная соль не добавляете ли поваренную если я видео говорю смесь нитритной поваренной значит добавляем сама по себе нитритная соль это четырехпроцентная смесь то есть на грубо говоря 100 грамм поваренной соли добавляется 4 грамма нитрита натрия и получается нитритная соль то есть в ее основе есть собственно говоря поваренная соль тут нитрита натрия но четыре процента то есть вообще очень мало столовая ложка черного перца горошка измельчили его просто в ступочке чтобы он был такой не не порошок а просто раздробили зернышки ну собственно говоря также вам понадобится мясорубка в комплекте с ветчинницей идут вот такие вот пакеты для ветчины у них идет в комплекте 10 штук когда они заканчиваются их можно докупить в магазине том же гриль газ романия стоят они копейки понадобится нам 120 миллилитров воды или 120 грамм кипяченой охлажденной воды и понадобится миксер для того чтобы хорошенько замесить фарш но в первую очередь мы сейчас покажем как подготовить мясо для того чтобы приготовить вкусную ветчину поверьте друзья ветчина получается такая вот вареная колбаса они просто отдыхают реально очень очень вкусная и так начнем первое что нам надо сделать это примерно разделить все наше мясо примерно 60 процентов всего мяса то есть одного и второго нам надо порезать на кусочки где-то один-два сантиметра сейчас лариса покажет как это сделать 40 процентов пока откладываем ну грубо говоря условно делим чуть большую половинку или чуть большую часть и чуть меньшую часть то есть мы большую часть перекручиваем мы большую часть перекручиваем то есть более такое жирное жилками ты пустила на фарш не имею ввиду на фарш не то чтобы жилками но то что она не очень хорошо будут врезанном виде по вкусу я его перекручу на фарш а вот это вот все это мы порежем окей с чего начнем с перекручивания перекручиваем давай тогда 40 процентов нашего мяса примерно ну чуть 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 меньше половины за плюс-минус значения никакого не имеет перекрутим на фарш фарш получен получился такой хороший жирненький у нас фаршик отставим его пока в сторону потом нам его понадобится хорошо замесить с помощью миксера и займемся нарезкой режем кусочками приблизительно где-то один два сантиметра тоже опять таки по вкусу но совершенно совершенно не обязательно чтобы они были идеально ровные то есть они могут быть грубо говоря размер может варьироваться да ну крупные не надо лиза это сырая свинина ты кушать не будешь давай брысь брысь лиза трусь свинину кошкам нельзя да вот таким вот образом нарезаем все оставшееся мяско порезали мы все мяско эту грудинку вернее не грудинку лопаточку которая у нас была совсем пресная порезали большими кусочками такими но на самом деле можно вообще ветчину большими кусками резать мне все-таки больше нравится вот если друзья помните ветчина рубленая такая штука была во всяком случае моим детстве и очень любил но то что получается у нас дома значительно вкуснее потому что мы используем идеальное мясо самого высокого качества а все-таки даже хорошие времена в ветчина рубленую колбасу пускали мясо 3 4 сорта и так друзья следующее что нам надо сделать это мясо хорошенько перемешать сейчас мы подготовим наш миксер и замесим его подготовили мы миксер высыпаем в чашу все фарш и нарезанное мясо и как бы у нас такой миксер планетарным механизмом он же тесто мест на самом деле можно использовать обычный ручной миксер используем насадочки для замески теста такие крючочки выдавливаем фарш чеснок вот как раз это тот случай когда чеснок можно давить а не резать или рубить тут это значение не имеет как бы он может быть раздавленный можем нарушить его структуру совершенно спокойно и высыпаем все приготовленные специи то есть сахар перец и нитритную соль нитритная соль нужна в данном случае для того чтобы у нас ветчина получилась красивого розового цвета если ее не добавить то по вкусу она как бы отличаться не будет если сделать с обычной солью но просто она будет такого серого цвета вот примерно как наш миксер и начинаем перемешивать друзья на этом этапе можно добавить водичку и хорошенько перемешиваем где-то в течение 3-4 минут наша задача разрушить белковые связи фарша чтобы он стал липким ну практически у нас получается такая вот когда мы готовим для кебаб нам надо достигнуть такой липкости также для того чтобы получить однородную ветчину нам тоже надо хорошенько перемешать фарш также на этом этапе можно приготовить заранее приготовлен приготовленный швантер блок если у вас он у вас есть то добавляем его в количестве 5 процентов от общего веса мяса то есть в данном случае 50 грамм я думаю даже 30 грамм будет достаточно это сделает ветчину значительно более сочной если вы не знаете что такое швантер блок или не знаете как его приготовить на нашем канале есть видео там где мы подробно рассказываем как приготовить швантер блок в разделе колбасы в общем перемешиваемся где-то в течение 3 минут друзья перемешалось наше мяско сейчас лариса покажет какого мы достигли результата то есть при этом в те кусочки которые мы резали они не перемололись они остались кусочками но структура мяса самого несколько нарушена и в вечине это уже будет однородная ветчина они куски мяса вот такой вот смысл перима перемешивания получился такой достаточно достаточно жидкий у нас фарш вот там только есть эти жилки я думаю их стоит повынимать или нет это подчеревина то есть там это не сами жилочки это получается жирок так он просто растая до утушится мужчина не будет чувствоваться то есть самих жилок я же не резко вообще ничего понятно теперь друзья нам надо пакет который у нас есть пакет для ветчины наполнить фаршем печеница у нас подготовлена в ней мы будем отправлять фарш на созревание чтобы он сменял форму одеваем пакетик вот таким вот образом желательно чтобы у нас вичине не было пустот хорошенько это дело уплотнить но основное сделает ветчинница с пружиной но все-таки наше участие тоже желательно главное чтобы больших кустов вечи недопустимы пустоты и наоборот даже они приветствуются в них может собраться бульончик и будет такая вкуснота конечно жалко что у нас закончился швантерблок надо будет еще поэкспериментировать и с ним вот теперь у меня сомнения поместится ли килограмм фарша в нашу вечи ницов рассчитанную на полтора килограмма поэтому должно поместиться ну посмотрим я попробую поместится ли в килограмм фарша в вечи ницу рассчитанную на полтора килограмма тугенько надо все таки я думаю наполнять внутри желательно что пакет остался цел ну полтора килограмма дают обман полтора килограмма сюда никак не поместится но килограмм я сейчас спрессую достаточно туго все это будет задачка не из легких обманщики с полтора килограммами конечно все леченица закрыта друзья рассчитана максимум на килограмм фарша как видели как вы видели мне пришлось очень сильно сдавливать пружину и вот в этом агрегате мы отправляем фарш на 10 на 12 часов холодильник чтобы он созрел и уплотнился после этого приступим непосредственно к приготовлению нашей замечательной ветчины друзья наша ветчина уплотнилась ночь она лежала в холодильнике сейчас открою покажу что получилось не сильно она подсела и вот так вот получился у нас видно видно кулечек с ветчиной хорошо уплотненный в этой штуке и будем ее готовить сейчас на секунду остановлю кадр потому что сложно закрывается эта ветчинница закрою ее и продолжу первое что нам надо сделать это согреть ветчину или как Лариса говорит отеплить для этого мы нагрели воду до температуры 70 градусов и помещаем туда контейнер с ветчиной на час воду не греем огонь выключаем то есть вот просто нагрели поместили туда контейнер засекли время и ждем час да вставляем конечно градусник мы же будем контролировать температуру это очень удобно эта штука так вот она берется за крышечку и туда чик главное чтобы ветчина уровень ветчины соответствовал уровне воды вот таким вот образом друзья оставляем оставляем ее на час отепляться как сказала Лариса пролежала наша ветчина час и теперь можно приступить непосредственно к варке температура в ней поднялась она лежала в холодильнике температура была там по моему 7 или 8 градусов сейчас 16 градусов почти и приступаем к варке следующим образом на дно кастрюли мы обязательно положили тарелку донышком вверх чтобы дно нашей ветчиннице не соприкасалось дном кастрюли это очень важно потому что нам нужно получить температуру воды и самой ветчиннице 80 градусов причем эту температуру мы должны как постоянно контролировать чтобы во время всей варки температура у нас не подымалась и не опускалась то есть плюс-минус конечно она подыматься может там 34 градуса но желательно находиться все время в районе температуры 80 градусов так вот если мы не положим на дно тарелку от газа донышка кастрюли даже толстая может нагреваться до температуры 200 250 градусов и естественно уже передавать эту температуру воде у нас ветчина снизу просто поджарится не сварится как она должна свариться поэтому на дно кастрюли ложим тарелку донышком вверх и на нее только после этого ставим ветчинницу чтобы создать там воздушную оболочку поддерживаем температуру в кастрюле в течение на уровне 80 градусов по цельсию и наша задача получить температуру внутри ветчины то есть варить ее до тех пор пока температура внутри достигнет 69 70 градусов ориентировочно я так думаю это займет два два с половиной часа но вот засекем засечем время сейчас 1330 и собственно говоря процесс варки у нас пошел мы ждем температуру в кастрюльке поддерживаем и ждем пока температура в ветчиннице достигнет 69 70 градусов после этого друзья будем ну как бы дальше ее осуга стужать и пробовать температура достигла 70 градусов и прошло друзья два часа пол четвертого пол второго мы и оставили вот за два часа поддерживая температуру в кастрюле 80 градусов мы достигли температуру 70 градусов внутри нашей ветчины теперь ее надо охладить готовим для этого большую кастрюлю с холодной достаём нашу ветчинницу используем обязательно прихватку потому что как вы понимаете она горячая и помещаем в кастрюлю с ледяной водичкой помещаем где-то на 15-20 минут и потом холодильник до полного остывания часов на 6 на 7 после этого друзья продегустируем нашу ветчину я покажу ее разрез и расскажу по вкусу какая она получилась суть этой ветчинницы что в процессе варки мы вообще не теряем никакой жидкости то есть как бы она не соприкасается с водой даже колбаса когда мы варим вареную колбасу все равно через закрутки ну конечно как закрутить и какая оболочка допустим коллагеновая оболочка она так или иначе гидроскопично а здесь получается вообще никакого контакта с водой нету ни с водой не с воздухом и вот посмотрим на результат который у нас получился нашей ветчины я думаю что он будет замечательные друзья что друзья наша ветчина остыла и я открою сейчас ради пустим попробуем что у нас получилось ну вот смотрите насколько она опустилась то есть опустилась она где-то сантиметров на 5 на спичечный коробок и тут образовался такой пузырь с бульоном не знаю хорошо это или плохо и самое интересное что я не знаю теперь какие оттуда вытрясти ладно сейчас проколю этот пузырь не зря мы приготовили бульон тут холодец не зря мы приготовили контейнер вот получился холодец все-таки смотрю я ожидал что он будет внутри ладно разрезаем наш пакет потому что иных вариантов нету и достаем наш батончик ветчины такая какая вкуснятина такая красота у нас получилось друзья ну и я готов разрезать попробовать я наверно к этой дегустации не обойдусь чачи поторопился и чачу налить ну ладно это к счастью ну что друзья будем разрезать это божественно сейчас я покажу срезы а потом попробую ну что друзья вот такая вот на срез получилась ветчина она совершенно однородная очень такая плотная в центре отверстия это термометра который был вставлен вот а так она как бы но очень красивая на мой взгляд я считаю что потрясающе сейчас попробуем что у нас получилось знаете друзья обычно в дегустации участвует лиза но мне пришлось закрыть потому что она когда увидела что я кошка что я режу ветчину она просто у нее истерика началась попробуем достаточно плотная она совершенно я боялся что будет она немножко разваливаться совершенно очень такой плотный батончик получился просто потрясающе очень сочная очень сочная хорошо приготовленная но настоящая мясная ветчина я вам скажу что в магазине такой ветчины не купишь так надо заканчивать есть ну что друзья за ветчину так сказать ну собственно говоря ветчина получилась очень вкусная с радостью мы с ларисой делимся с вами этим рецептом действительно попробуйте не пожалеете ветчина потрясающая получается по этому рецепту и естественно огромное огромное поле для деятельности так сказать можно делать разную консистенцию разный размер мясных кусочков можно делать разные виды мяса ну можно добавлять разные специи я думаю что можно добавить и зелень какую то ну на самом деле мы продумаем еще несколько рецептов ветчины какой нибудь такой заморочистой и снимем об этом отдельное видео а вот это вот ну очень рекомендую реально очень вкусно как вы видели вообще никакой химии ну все абсолютно натуральное здесь еще столько бульона получилось я еще ну такой холодец классный я еще с удовольствием за рюмочкой чачи его слопаю друзья собственно говоря спасибо большое за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока 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 пока